На дворе осень, а значит не за горами холода. Вопросом готовности к отопительному сезону и был посвящен круглый стол, который сегодня провел председатель кабинета министров Чувашия Иван Моторин. За последние пару месяцев большое количество обращений от депутатов и управляющих компаний было направлено поставщикам тепловой энергии. Возможное формирование долгосрочных тарифов, интерес к инвестиционным программам, которые должны реализовываться на территории столицы Чувашии и других городов, а также корректность схемы теплоснабжения. Отмечены основные проблемы в существующей системе теплоснабжения, а также предложены пути их решения, в том числе мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству новых источников теплоснабжения и тепловых сетей. Разработана электронная модель системы теплоснабжения города Чебоксара. От обсуждения схемы теплоснабжения участники заседания перешли к вопросу о задолженности за энергоресурсы. На 1 сентября сумма приблизилась к Дум с половиной миллиардом рублей. Это очень большая задолженность, как и управляющей компанией перед ресурсоснабжающими организациями, так и в целом населением перед управляющими компанией. Хочу отметить, что наибольшая сумма задолженности приходится именно на жилищно-коммунальный комплекс города Чебоксары. И он сегодня составляет в размере 1 миллиард 362 миллиона рублей. Практически 40% от всей задолженности приходится на коммунальные технологии. Общая сумма их денежных обязательств 551 миллион рублей. А это почти на 100 миллионов больше, чем в прошлом году. Самое главное, перебоев всех нормативных со стороны коммунальных технологий на сегодня не было. На сегодняшний день. Хочется надеяться, что они с этой работой справятся. Второе, по финансовой деятельности, конечно, последний год очень большие пробелы. И здесь я согласен, надо принимать конкретные меры. Как планируют решить ситуацию сама организация, рассказал присутствующим генеральный директор компании. Ежегодно смотрят и оценивают работу коммунальных технологий. А что мы собираемся делать? Мы собираемся успешно войти в отопительный сезон и успешно провести осенне-зимнюю кампанию. Чтобы не было сбоев у жителей республики. Сможет ли кампания сдержать свои обещания, мы узнаем уже совсем скоро. А пока премьер-министр намерен держать ситуацию под личным контролем. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.